Я работаю в игровой индустрии почти 4 года. В данный момент из таких своих больших проектов, можно сказать, был причастен к разработке 12S Better Than Six, студии Inkstains Games. Это топ-даун шутер в вестерн-сетинге. Deep Sky Derelicts, игра Dungeon Crawler, чем-то похожа на Darkest Dungeon, но попроще, от финнов из студии Snowhound Games. И последний проект, который в разработке уже 2 года и будет еще, наверное, в разработке минимум год, потому что ранний доступ планируется в феврале следующего года. Мы успешно собрали на Kickstarter более 300% того, что вы хотели собрать. Это было 30 тысяч. Мы собрали 114. Да, недавно как раз закончился Late Baking. Это пиксель-артовый рогалик. Он хардкорный, в общем-то, для взрослой аудитории. И также, ну, если вам что-то говорить, слова о дом или нетхак, то я думаю, вам понравится. И как бы арт и в целом игра сильно вдохновлена Диабло и играми Дианоска. Вот так. Я также являюсь активным участником аудиосообщества Дырия. Это, если этот сервер аббревиатурю расшифровывать, это гильдия разработчиков игрового аудио. У нас есть небольшое комьюнити, оно активное, оно очень насыщено большими профессиональными людьми, то есть люди, которые занимаются конкретно только звуком. Поэтому, если кто желает или кто саунд-дизайнером, можете стучаться, пытаться пробиться, так как эта комьюнити закрытая. С 2018 года я работаю саунд-дизайнером в Першей студии в Киеве. Это подразделение Wargaming.net. В общем-то, далее. Такой вопрос. Есть ли здесь саунд-дизайнеры или люди, которые часто сталкиваются с саунд-дизайном, или заказывают, или есть, да? То есть я здесь не один звук делаю. Окей. Хотелось бы спросить, что такое уникальный саунд-дизайн? То есть, как вы это интерпретируете? Можно своими словами, буквально, кто-нибудь. Вот сейчас сзади-зади человек. Ну, если говорить про уникальное, то это такой саунд-дизайн, которого больше нигде нет. Если говорить, например, про качественный саунд-дизайн или атмосферный саунд-дизайн, то, наверное, это вся та совокупность звуков, музыки и того, в какие моменты времени оно играется, которое позволяет вызвать нужное настроение у игрока. Правильно. Ну, я думаю, все, да? Окей. Кто-то еще спрашивает? А, вот. Два человека целых. По поводу уникальности саунд-дизайна, наверное, мое мнение такое, что когда ты заходишь в игру, ты начинаешь слушать музыку, звуки и все остальное, и у тебя нет желания зайти в настройки и выключить эту музыку и звуки. Да, правильно, это один из факторов. Все или еще кто-то? Я думаю, что еще один из факторов – это правильная ассоциация. Например, вот если мы что-то слышим, какую-то музыку, мелодию, у нас выстраивается сразу ассоциация, там, не знаю, с нужным фильмом, нужной игрой. Абсолютно верно. Уникальный саунд-дизайн должен не создавать ощущение вторичности. То есть, когда кто-то делает звук, даже если он копирует, даже если он вдохновляется своей любимой игрой или любимым саунд-дизайном, он должен привносить туда что-то новое. То есть, если это, допустим, мы очень любим Диабло, да, и делаем звук, как там, у нас получается, все равно нельзя это оставлять как есть, потому что это будет уже просто копия, клон. То есть, вы ничего не привносите к таким созданиям. Уникальный саунд-дизайн должен правильно передавать сеттинг. То есть, для этого нужно, ну, как бы звуки вестерна, они совсем подойдут в фэнтезийный игру про драконов. И для этого необходимо провести хотя бы поверхностный обзор игры или сеттинга. То есть, как говорится, без диздока не разберешься. Способствует погружению в игровой процесс. То есть, звук не должен отвлекать, звук не должен как-либо мешать игровому процессу. Он так же, как, собственно, и музыка. То есть, вы должны играть и принимать это за должное. То есть, как будто он здесь был. Если, не должен быть. Соответственно, если звук достигает, как бы, этой точки, то все отлично. Если человек говорит, вот, классный саунд-дизайн, прям вышка, топ, все. То, поздравляю, вы достигли даже более чем 100% удовлетворения. Также он должен подчеркивать другие элементы игры. То есть, если, допустим, это игра про, не знаю, там, бомбардировку, допустим, пшеничных полей, то, соответственно, должны быть большие, ну, и громкие звуки взрывов, то есть, точнее, приятные. То есть, в это должно быть приятно играть, слушать, как там все взрывается. Чтобы потом люди, когда играли в эту игру, они говорили, вот там взрывы самые лучшие, вот там вот смотри. И, соответственно, это придавало больше толчок в вашей игре, ну, и, соответственно, был бы более высокий шанс на успех, и, соответственно, ну, больше прибыли и так далее, и так далее. Вносит разнообразие в игровой процесс. Это, скорее всего, относится к тому, что каждый саунд-дизайнер, слово дизайнер тут не просто так, потому что он не просто делает асеты или звуки, он делает дизайнер. То есть, человек еще делает, продумывает механики, он придумывает аудиомеханики. То есть, игра, допустим, может состоять из, я не знаю, там, одного уровня и бегающего человечка с тремя анимациями. Но с помощью звука вы можете добавить, да, помимо механики бега, я не знаю, там, он будет кричать, он будет там, я не знаю, замолкать и начинать говорить. То есть, это дополнительные уровни, которые необходимо строить. И от этого также зависит успех игры. Ну, еще, наверное, то, что тут отмечено, запоминающийся, ну, то, что я говорил, то есть, чтобы все соседи по подъезду говорили, что вот у него игра звучит лучше всех. Также хороший саунд-дизайн может скрывать ошибки, баги, плохую анимацию, ошибки в коде, что только там не происходит, то есть, так как он воздействует на сознание и, соответственно, отвлекает внимание, как и хорошая анимация, как и хороший арт, как и хороший код. И вот в целом все. Звук — это важно. Почему это стоит повторять? Потому что зачастую люди, работающие в геймдеве или в инди-конторах, считают, что звук — это, ну, так, закинул пару сэмплов, оно играет, не играет. Да, нет, да, нормально. И в целом этому не стоит уделять ни бюджет, ни время, ни программистов, что особенно важно, потому что очень большой дефицит аудиопрограммистов, а это большая заноза в разработке, потому что если человек, который делает звук, отвечает за саунд-дизайн, он помимо того, что просто делает красивый саунд-дизайн, еще задумывается на том, чтобы, допустим, в вашем рейсинге машина при прохождении поворотов на скорости 180 миль в минуту проигрывался, там, допустим, в уж и обрабатывался доплером, и все это выглядело и звучало эпично, и, в общем-то, была лучшая гонка в его жизни, у этого игрока. То есть такие вещи, за них отвечает аудиопрограммист. Но зачастую люди не выделяют людей на эту должность, потому что, ну, она малооплачиваемая по сравнению с какими-то, не знаю, там, аишниками или еще кем-то там. И люди считают, что и так сойдет, но на самом деле это не так, потому что это большая часть проектов, то есть если не будут внедрены механики, инновационные какие-то вещи, и, соответственно, ваша игра на рынке не достигнет тех высот, которые могла бы. Сделай громче. Очень часто, это повальная проблема, она не началась в этом десятилетии, и не в прошлом, и не позапрошлом, и в многом два лет, когда люди говорят, вот я сделаю громче, у меня будет лучше. Или, допустим, сделай музыку, чтобы она там вот рубила, играла, звуки там пусть играют нормально, главное, чтобы музыка долго играла. Это неправильно. И сейчас, собственно, последние почти десяток лет организация европейская по вопросам телевидения и вещания разработала такую вещь, как loudness compensation или loudness control, которая измеряет звук в единицах, так называемых как LUFS, или LU, или LUKS, то есть loudness unit relative to scale. Это значит, то есть это не децибелы, это не что-либо другое, это все высчитывается на основе длительности и громкости соответственно звука ряда, то есть не конкретного звука, это не означает, что если у вас в игре есть звуки, которые там минус один децибел или до ноля доходят, то значит нужно срочно его обрезать и срочно оставить пониже, там, минус десять, там, вот, допустим, и все держать в таком уровне. Нет, просто за счет того, что звукозаписывающая индустрия существует давно, и если вы посмотрите на эти примеры, это переиздание песни Beatles разных годов, то есть где, соответственно, волноформа больше, то есть а сигнал тот же, там просто пережимали во время переиздания, соответственно, она звучит громче, но деталей не добавилось от этого, то есть было изначально 83-й год и пока дошло до 2000-го, ну, такие были тренды, такие, соответственно, большое количество людей, которые считают, что сделать звук погромче, это будет самый лучший звук, и просто нужно погромче делать. Но на самом деле в аудиодорожке содержатся и инструменты, и паузы, и нюансы, и куча-куча-куча всего, то есть это не стена звука, как вот там. Соответственно, игрок, который играет в вашу игру, он может просто устать от громкого звука музыки или постоянно взрывающихся спецэффектов в ушах, и, соответственно, он его просто выключит и не будет больше играть. То есть и для этого и разработан стандарт громкости. У кого есть мобильный телефон, можно щелкать QR-коды, переходить, читать. Все четыре документа относятся и к мобильной разработке, и к PC, Steam и так далее, также к стриминг-контенту, и вторая редакция для PC. То есть, ну, для игр на консоли и компьютер. Думаю, это будет полезно, и я думаю, что если даже кто-нибудь говорил об этом ранее, это нужно повторять, распространять, потому что только так мы сможем сделать звук приятным и таким, который бы не хотелось выключать, при том, что он может быть красивым, но он может быть громким, и человек просто устанет выиграть в вашу игру более чем полчаса или сколько-то. Это очень важно. И к этому вопросу нужно подходить, я думаю, в начале разработки. Также это относится и к композиторам, и тем, кто пишет музыку, и, собственно, саунд-дизайнерам. И также людям, которые просто вылаживают свой контент на SoundCloud, YouTube, iTunes и так далее, Netflix. Потому что в перечисленных сервисах уже давно встроены системы, которые просто обрежут, то есть вы жмут ваш трек, допустим, там стоит ограничение минус 14 децибел, а у вас, допустим, там минус 5. Он просто возьмет его и сожмет. То есть детали, которые у вас были, будут звучать еще хуже. Просто потому, что стандарт его определил, как неподходящий все. Поэтому нужно стремиться и делать ваши миксы и не только музыкальные, но и игрозвуковые правильные. Аудиоассоциации. Да. Очень многое в саунд-дизайне зависит от того, какие ассоциации у игрока, который слышит этот звук, какие ассоциации у вашего заказчика. Потому что заказчик может не играть в игры вообще. То есть он может быть строителем, пришедшим в бизнес и захотевшим сделать игру и сразу говорит, я хочу, вот как у Ханса Циммера, музыку и хочу, чтобы саунд-дизайн был как в этом, как в LVD. При том, что игра, допустим, может быть топ-даун-шутером про выживание в пустыне. То есть совершенно не соответствует ни ее сеттинг, ни ее уровень. Это не ферст-персон-шутер, потому что выстрелы в ферст-персон-шутерах совсем по-другому делаются и, соответственно, отличаются. И просто так, вкинув в топ-даун игру, это будет не то. Также очень важно, чтобы саунд-дизайнер или человек, который занимается звуком или же, не знаю, или же вышестоящий над этим человеком, был, ну, так сказать, у него была большая библиотека в голове этих ассоциаций. То есть чтобы не было затычек во время работы, чтобы не было, ну, откровенно каких-то простоев. То есть когда человеку дают какую-то игру, там, допустим, я не знаю, зима, горы, и ничего не происходит там. Стоит человек на фоне там заходящего солнца. И он говорит, тут ничего не происходит, я не вижу, ничего не двигается, нет взрывов, нет стрельбы, ничего нет. Собственно, что тебе тут озвучивать? Ну, давайте, кину там ветер, пусть дует, вот и все, ничего больше не нужно. Все, отлично. На самом деле это неправильно, потому что у каждого человека свой набор ассоциаций, который набирается за его всю длительную жизнь. То есть, а соответственно, нужно учитывать такой набор ассоциаций у той аудитории, для которой вы делаете игру. То есть, если вы делаете игру, в которой будет, я не знаю, расширененка, философские темы и заговор. Для детей они не поймут просто вещи, которые бы, допустим, имеют отсылку к Джеймсу Бонду, каким-то, я не знаю, идентификации Борна, звуки, которые пересекаются, отсылки в звуках. То есть, вещи, которые, ну, будут непонятны. Соответственно, нужно примерно понимать, что люди хотят получить и что вы можете им дать. То есть, если вы, если вы делаете, допустим, я не знаю, игру, не придумать, допустим, какую-то казывалку, да, про рыцари и про захват дворца. Соответственно, звуки в этой казывалке должны ассоциироваться с наиболее, то есть, это похоже на теги, то есть, если вы просто, допустим, у вас есть рыцарь, да, и сразу проставляете теги, то есть, это там, железные доспехи, там, что там еще, меч, там, он там, не знаю, может грозно, там, включает, там, что-то еще. И, ну, буквально, чем больше вы соберете информации, которая, непосредственно, относится к этой игре или к этому озвученному объекту или персонажу, тем более, хорошая выборка у вас получится в голове, когда вы начнете создавать дизайн, то есть, у вас не будет какого-то такого, ну, то есть, я не знаю, остановки, вы будете стоять, и, я не знаю, как у вас озвучивать, он просто стоит, и, что-то шевелится в разные стороны, я ему сделаю, пусть он говорит, и все. То есть, это, нужно оживлять это, оживлять это всеми способами, то есть, если вам позволяет время, то нужно использовать его, а, если позволяет бюджет, так тем более. Также хочется упомянуть то, что к этому всему приплюсовывается то, что помимо ассоциаций у людей, у них также свои ожидания, и которые преломляются при помощи, как бы не казалось это необычным, их звуковой аппаратуры, то есть, кто-то слушает на очень крутом аудио, на звуковой аудиокарте отдельной, кто-то слушает на Genius'ах и за 100 гривен, и все ему хорошо. То есть, это может быть как ваш заказчик, так и ваш потенциальный игрок. И, соответственно, уровень, ну и качество воспроизводимых эффектов должно иметь какой-то компромисс между звучащими, ну то есть, между тем, как оно воспроизводится, допустим, на дорогой аппаратуре и на более дешевой. Соответственно, не имеет смысла пихать, то есть, или делать большой упор на звуках, которые имеют очень большую, очень глубокий бас, то есть, там, послушаешь, слышно, не знаю, там, очень глубокие какие-то детали, которые находятся ниже, там, 100 герц. Да, это оценят, это услышат, особенно в 3-5-е проектах, на которых, собственно, не жалеют на это денег, и, ну, соответственно, люди, которые покупают эти проекты и туда, куда у нас нацелены эти проекты, это консоли, они, соответственно, будут, будут довольны, да, но, все-таки, стоит находить какую-то планку, в которой стоит держаться, когда делаешь саунд-эффекты, и когда, в особенности, бывает, заказчик просит сделать, сделай, допустим, у меня кончаются жизни в игре, сделай мне, чтобы я слышал звук, как сердце бьется, там, глубоко, но, соответственно, этот звук находится в довольно низком пороге слышимости, низкой частот, то есть, у, я думаю, подавляющей аудитории здесь, этот звук будет теряться среди окружающих, если это не будет полная тишина, то есть, либо вы продумываете это полностью и тестируете, и это работает при таких условиях, либо ищите замену. Также, ну да, собственно, часто очень, когда ты работаешь с заказчиком, это отражается в том, что ты сделал какой-то там супер запуск ракеты, пересылаешь ему, он такой говорит, да, что-то не то, это не похоже на ракету, это похоже, я не знаю, там, барсучок шипит. И все, вы ничего не можете сделать, потому что у него аппаратура или плохие наушники. Соответственно, вам в таких случаях либо нужно переделывать, либо на самом деле понять, что он хочет. Точно, может быть, человек, чаще всего, они не совсем понимают, что он хочет, просто у него есть какая-то ассоциация. Он говорит, я вот хочу, там где-то 10 лет назад я играл в какую-то игру такую-то известную, и вот я хочу, чтобы там был звук вот такой. Но, соответственно, вы начинаете лезть в этот референт с 10-летней давности и слушать. Звук, в общем-то, не такой впечатлительный или какой-либо хороший, как он описал, просто в его памяти он остался таким и запомнился. Соответственно, важно понимать в общем, а не точечно. Собственно, это также относится к ассоциациям и что называется, когда, ну это очень полезно, кстати, кто занимается саунд-дизайном или в целом практикует или будет или там когда-то начнет, важно ограничивать себя в средствах. То есть, дело не в плагинах, дело не в аппаратуре, дело не в каких-то материальных вещах. Дело в том, что вся ваша задумка, она всегда с вами находится здесь и количество мыслей, приводящих к успеху этой задумки, этого хорошего саунд-дизайна, он зависит от того, насколько вы много знаете об этом. И соответственно то, что одни слышат как один звук или как два, вы можете слышать как десять. Потому что, допустим, звук удара палкой там по ведру и звук удара палкой по железному ведру это уже два разных удара, соответственно, это совершенно две разные составляющие, с которыми можно работать абсолютно по-разному. вот собственно видео. Это как написано, кто знает, что такое PVC или паривинил хлорид? Пластик, правильно, из которого делаются ведра, трубы, которые у вас в канализации, техника и так далее. PVC pipe heat by wood stick. Это звук из бесплатной библиотеки Adobe. Ну вот, собственно, мы подошли к теме, какие виды и методы цифровой обработки применяются для создания звуков. Их на самом деле очень много, все их называть, я думаю, ну, ну, просто они много не скажут. То есть какие-то общедоступные, я думаю, будут понятны, будут продемонстрированы, но все остальные просто важно пробовать и уметь применять их в нужном месте и, соответственно, понимать, когда надо, а когда нет, а когда стоит поэкспериментировать. Это спектрограмма и это удар в палку. это все же удар, тот же самый удар, он постоянно длится. То есть сначала мы его эквализируем, теперь мы его запитчили, добавили дилей, вот он уже неотильный, уже несколько отражения пошли. Теперь, соответственно, питч меняется, вот уже появился какой-то звук, это тот же самый удар, то есть просто идет процессинг, это уже напоминает что-то другое, потому что добавилась реверерация, то есть что-то уже зловещее такое там происходит. И питч, и, соответственно, какая-то уже темная атмосфера, уже какой-то прошел процессинг, уже совсем не похоже на нашу удар пластиковой трубкой по деревянной палочке. Ну, соответственно, это итерации, которые приходится проходить, допустим, одному сэмплу, если вы ставите лисерчеллендж, сделать что-то из одного сэмпла. И финальная стадия, то есть соответственно, вот сейчас будет результат, что из этого вышло. да, это проект DeepSky D-Relix, о котором я говорил вначале. Вот таким образом, с помощью обработки эквализации, реверберации, дилея, грануляризации, питча, туда-сюда автоматизации на все эти перечисленные эффекты и также еще довольно большого количества навешанного процесса мы получили то, что видели из одного удара пластиковой трубкой по деревянной палочке. вот получается мы подошли. Почему я не называю какие-то я не знаю современные или которым там пять лет от роду, а называю именно Fallout, потому что ну я думаю просто большое количество людей играло в эту игру здесь и большое количество людей знакомо с франшизой. соответственно просто пробегусь на чем фокусируется самодизайн в этой игре. Я говорю про классические первые две части. Собственно пип-бой как бы странно это ни звучало но в этой игре вы слышите звуки пип-боя гораздо чаще чем выстрелы крики смерти и все 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 остальное потому что ваше дизайн действие происходит из окна пип-боя то есть любое наведение на предмет сразу включает звук инспекции любое действие выстрел что угодно выбор он проигрывает юальный звук интерфейсный соответственно этот звук имеет огромный приоритет в этой игре и поэтому я очень долго думал почему так но собственно все логично и это все перенеслось как наследство последующие франшизы хотя и экшенов стало больше а тортических битов меньше ну и бои по шаговом режиме потому что собственно как бы про эта игра разнообразие в саунд дизайн который вносит фалл то есть как он вообще взаимодействует со звуками так как эта игра была разработана довольно много лет и тогда еще не было ни миддл вар ничего остального то все что там все манипуляции которые там проводятся это управление громкостью когда вы допустим с кем-то говорите музыка становится тише когда перестаете музыка становится громче и фейды кроссфейды переходов во время локации все там нет ни питчинга сэмплов которые бы вносили бы разнообразие соответственно все довольно так сказать быстренько приедается хотя и делаешь крико на возраст и наличие количества сэмплов немножко сглаживает этот эффект а и кстати игра довольно тихая я удивился когда проверял собственно насколько она соответствует современным стандартам она ниже чем должно быть очень скромная соответственно так здесь должен должно быть диабло 2 это опечатка не обращайте внимания диабло 2 также саунд дизайн сфокусирован на инвентаре то есть каждая вещь по-разному звучит каждая по-разному ложится падает потому что это игра про ринг это игра про то чтобы наряжать своего героя собирать вещи лучше 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 расти выше и так далее то есть это правильный поинт и фокус соответственно если вы хотите я просто привожу эти игры как пример чем стоит вдохновляться если у вас пересеклись эти поинты с этими играми то стоит заглянуть несмотря на возраст окружение несмотря на то что игре уже почти 20 лет там довольно-таки проработанное окружение и звуком и различными насекомыми и всем всем к чему стоит прислушиваться если остановиться на минуту ну и соответственно боевая система то есть все знают беллы удары и так далее из дьявола и наверное у некоторых в голове это прописалось надолго и не выходит также в этой игре очень абстрактно и как сказать абстрактный контекстный саунд дизайн то есть из-за того что все не происходит у вас перед глазами или от первого лица все происходит в изометрическом собственно виде то все звуки и все происходящие эффекты они не слишком связаны с реальностью если вам дать их послушать отдельно вы наверняка не узнаете какие-то из них и для чего они нужны поэтому когда вы делаете что-то подобное или что-то около того то нужно всегда обращать на это внимание в контексте также там есть 3D звук чем я узнал 10 чем-то лет назад потому что эти опции всегда закрашены они были сделаны специально для людей которые обладают звуковыми картами что довольно сильно вносит разнообразие потому что все-таки 3D звук это не просто панорама там есть где-то звук режется по громкости World of Warcraft то есть это проект который в каком-то степени является флагманом Littleware потому что после него очень многие разработчики начали применять F-MOD соответственно потом и WISE ну потому что он показал класс показал как звук может звучать если к этому по-должному отнестись как может звучать разнообразно динамическая музыка создание окружения то есть игрок ходит в сфере вокруг которой вращается множество эмиттеров которые постоянно меняются от зоны к зоне это создает огромный эффект присутствия помимо того что видимых объектов которые вообще есть в кадре об этом наверное мало кто задумывается потому что все воспринимают это должное и в целом видят в этом просто сделано хорошо но на самом деле это довольно таки выдающийся пример соответственно что может внести в разнообразие в саунд дизайн помимо того что вы можете оперировать различными параметрами в движках Unity, Unreal и так далее и так далее вроде пича громкости что там еще еще каких-то там пары эффектов это все не идет ни в какое сравнение с тем что может middleware middleware позволяет создавать целые сценарии целые системы в играх которые вы делаете то есть если эта игра достаточно большого объема достаточно с какой-то инновационной механикой сложной и в которой вы хотите я не знаю перещеголять кого-нибудь допустим я вот придумал там не клон Fortnite у меня другая игра но она похожа на Fortnite я хочу чтобы звук был лучше чем в Fortnite соответственно нужно понимать с чем вы имеете дело и без этого он просто не справится таким образом можно делать динамическую погоду что угодно важно лишь наличие желания собственно программного обеспечения оно недорогое и аудиопрограммист также собственно что делает аудиомиддлвер он снимает то есть решает проблему саунддизайнеров которые хотят реализовать я не знаю я хочу чтобы моя река была полноводной и звучала там соответственно как-то по особенному не просто какой-то луп который там будет крутиться и завершаться и надоедать или просто не создавать нужного впечатления я хочу чтобы там были волны и допустим когда начинает дождь то там начинается шпал соответственно это все можно легко реализовать с помощью миддлвер то есть все это можно доступно необходим аудиопрограммист также снятие головной боли программистов от саунддизайнеров я этот опыт проществовал на себе и порядка трех лет я с этим живу потому что наш проект StoneShard делается на движке гейммейкер который не поддерживает ни одного миддлвер и имеет весьма скудные настройки аудио и это целый процесс строить звук настроить звук пересказать чтобы программист это накрутил попросить его чтобы во время загрузки нового уровня у тебя просфейдился сэмпл появления названия локации а не играл сразу же как только у тебя идет загрузка потому что у игрока еще не осветлился экран но уже шуту проиграла и зачем играл звук он не подчеркнул арт соответственно все все вот эти мелочи все вот эти вещи очень легко делать с помощью миддлвер таких как вайс или фмот или фабрик или же в анрили есть свой встроенный аудио миддлвер и юнити есть свой да сейчас нет уже почти конец и ну это все делается для того чтобы удовлетворить тех кто делает эту игру то есть чтобы получилось не только конкурентоспособный проект но и соответственно удовлетворяющий вас по всем параметрах в том числе по звуку так так да звук это важно вот собственно два последних видео это проект StoneShark это на данный момент он доступен в стиме так и называется это бесплатный пролог его можно скачать пройти там уже это сделали множество людей ну и это собственно последний гост до которого очень многие добираются до телефона сразу и собственно дизайн там показаны слои там их порядка 7 7 да но дело в том что это уже готовый предварительным состоялось сотни просто процесс показа интеропублики как бы ну заставил меня собственно это все посортировать вот так оно звучит то есть это он произносит заклинание это вампир и мы слышим звучащий наэлектризованный купол и стреляющие статуи вот как звучит в отдельности послоем каждый слой это мой шепот так как необходимо добавлять изюминку какую-то уникальность один из слоев электризованного щита это было синтезировано звук раскрытия то есть для придания для придания объемности воздушности собственно еще один слой этого купола который состоит из трех слоев соответственно ну чтобы игроку не было скучно слушать постоянно вот этот повтор состоящий из одного он звучит из трех соответственно точки сознания негде просто остановиться оно теряется в трех вот этих плоскостях и слушает а там что-то там что-то поскрипело то есть это всего один звук состоящий из трех предварительно вот в общем ну это басовый ударный слой который должен показать что что-то случилось мощь придать этому всему так же объем ну небольшая мелодическая вставочка для того чтобы звук не звучал плоско то есть не был просто каким-то дренерик эффектом имел еще один слой уникальности далее так 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 вот и последнее видео изображение на самом деле маленькое оно вот такое на экране где-то то есть это довольно маленький пиксельный босс и этот гиф не совсем предназначен для того чтобы показывать его на таком проекторе но в целом это последнее что было сделано это альтернативная смерть того босса который трансформируется в большую горгулью вот так оно звучит и состоит оно из очень-очень низкий звук как будто этого демона забирает другое измерение он сделан из вот этого звука как бы не показалось это просто смертный крик женский но собственно вот и все всем спасибо вопросы может быть то я первый задал вопрос ты работаешь одновременно в такой большой компании как пор геминг и у тебя есть на участвующие в инди-проекте он успешно как отличается специфика работы в компании и в инди как инди отличается очень сильно потому что во-первых в большой компании ты всегда можешь пойти в соседний офис или в соседнюю комнату и сказать эй чувак что ты сделал ты все поломал я здесь сделал звук целую ночь а ты все испортил давай быстро исправляй и он это исправит ты можешь подойти еще через 5 минут и напомнить и он это исправит или же попросит сделать это какого-то другого то есть скорость решения задач гораздо выше чем в инди-команде особенно если это инди-команда удаленная как на этих проектах то есть люди находятся один человек в Одессе один в Москве три в Петербурге один в Киеве мы не видимся с ними мы только переписываемся поэтому решение обычных задач зачастую очень пустяковых может занимать день то есть ценное время не говоря уже о том чтобы решать что-то более сложное серьезное то есть в основном коммуникация я думаю что у каждого наверное был небольшой такой опыт и в этом деле важно понять придереться и как-то минимизировать убытки от потери времени соответственно неэффективных решений поэтому изначально если человек бывает вкладывается встраиванием звуков на неделю то стоит постучать другому программисту сказать вот строить сейчас потому что через неделю уже будет поздно и никому не нужно соответственно вот это основное большое отличие ну и наверное опыт людей вокруг это вторая большая вещь потому что ну как бы тебе не нужно людям что-то разъяснять даже если это по их специальности и когда ты с ними говоришь ты предполагаешь а он точно это знает он же понимает он же 5 лет рисует или 5 лет там анимирует на самом деле человек анимирует 5 лет инди-игры он не касался ничего выше там допустим казуалок там или каких-то игр чуть повыше соответственно не использует свой аналитический ум и не не знаю не соображает так быстро чтобы понимать что вот эта вещь в дальнейшем приведет к очень большой проблеме и тебе придется переделать это все просто ну просто потому что нужно было раньше об этом думать то есть такие вещи зачастую очень редки в больших компаниях потому что люди там довольно опытные и соответственно ну ты с ними на одной волне когда они что-то говорят они даже тебе объясняют тебе даже приятно потому что ты это понимаешь не надо объяснять я все понял я знаю что здесь анимация что здесь работает как вот это работает поэтому вот